Борис Николаевич много людей считал своими преемниками, к нам готовил. И один из таких светлых людей должен был отмечать 9 октября свое 60-летие Бориса Химовича Немцова. Но, к сожалению, он тоже его не отметит. Но это вообще, об этом даже спокойно говорить невозможно. Потому что в жизни были разные люди в моей жизни. И прекрасные, и великие, и уникальные. Более обаятельного человека, чем Боря Немцова, я просто не встречала. Обаятельный не потому, что он был хорош, он был умен, он был остроумен, он был потрясающий обаятельный мужчина. Все это так. Он был обаятелен всем. У него был живой ум, у него была живая реакция, у него был светлый, устремленный куда-то вперед глаз. Он жил каждой секундой, и слово равнодушие, и он, это совершенно несовместимо. Так же, как Егор Тимуович после этой разной темпераменты. Боря был человек на коне, понимаете, на коне, который мчался вперед. Он мчался вперед, и даже когда его сбивали, у него разные, что же были периоды. Он опять скакивал, он опять скакивал, и опять мчался вперед. И его нельзя было остановить, его можно было только убить. Остановить его можно было только одним способом – убить. Вот что и сделано было. А так его остановить было невозможно. Снимай его, возвращай его, критикуй его, смейся над ним, перечисляй его женщин, говори о том, что он сексуальный психопат, что угодно. Это все плевать. Его можно было только убрать, только убить. Остановить его можно только одним способом. Что они и сделали. Что они и сделали. И это, конечно, вот такого больше... Я очень хорошо отношусь ко всем этим ребятам нашим, которые, в общем, пытаются как-то рвутся, что-то делают. И к Юрию Ашину, и к Гудкову, и без их, кстати, особенно не найдешь, кого перечислять. Гарри, нет здесь уже фактически Каспажа. Но после меня второго... Вторых вообще не бывает. Даже у среднего человека все равно он тот другой, он другой. Но Боря просто незаменимый. Он абсолютно неповторимый. Но вот сейчас нет такого человека. Вот такого вот, который, как говорится, скачил бы на коня и понес сын, ведя за собой страну, такого человека, конечно, нет. Такого нет, но он будет, наверняка, периодически же появляется обязательно. Страна тоже очень богатая. Она очень богатая. Не только полезными ископаемыми. На таланты, да. Но и замечательными людьми, конечно. И они, в конце концов, из-под глыб вырываются. Вырываются. Так они есть, наверняка. Они разочтенны, эти лидеры. Я когда, вы знаете, я, может быть, уже даже немножко преувеличиваю, перехваливаю этого Егора Жукова. Но я просто хочу сказать, что вот он для меня близок к тому, что еще может быть. Может быть, он, может быть, еще неизвестный мне Никита, Петр, Ваня, не знаю кто. Но мне кажется, они на подходе. Мне кажется, что они уже есть. Вот он появился, он дал нам всем знак, что да, ребята, мы есть. Мы есть. Пока как бы не очень много, но они есть. Другие, которые тоже пострадали, мы не так о них говорим, потому что они, может быть, не столь яркие. Но они молодцы, ребята. Они тоже уже есть. Они тоже уже есть. И это... Вот никогда, я вам скажу честно, не было такого какого-то... Даже не знаю, как сказать. Но такого настроения неупаднического, понимаете. Все время как-то тебя прямо гнет. А тут какое-то чувство, что какое-то солнце появилось. Знаете, когда плохая, плохая погода. И вдруг голубое небо, кусочек уже много. И маленький такой луч солнца, уже хорошо. Вот здесь примерно такая же ситуация. Надо. Надо. Субтитры создавал DimaTorzok